Я Архипова фон Калманович, Анна Валерьевна, генеральный директор Спарта НТК. И это наша рубрика «Вопросы для спартанок». Я начала играть в баскетбол в возрасте 7 лет. У меня папа был баскетболистом, мама легкой атлеткой. И однажды, зайдя в баскетбольный зал, я уже оттуда не вышла. В детстве у нас была многочисленная команда, и у меня был 20 номер. А когда я повзрослела, я играла под седьмым и пятнадцатым номером. Оба номера для меня знаковые. Семерка мне вообще очень нравится во всех отношениях. Это очень интересная, красивая цифра. Я люблю очень седьмой номер. Это было то время, когда мы впервые увидели игры NBA мужского. И все-таки, наверное, я равнялась больше на представителей NBA. Это Азия Томас был такой разыгрывающий. Потом, позже, это был Стив Нэш. Я очень люблю умных игроков. Особенно на позиции первого номера. И неважно, какой национальности он. Мне кажется, голова определяет. Очень интересные моменты, которые, наверное, навсегда остаются у тебя в памяти. Это, допустим, такие, как чемпионат Европы, который мы выиграли после огромного промежутка времени, когда Россия ничего не выигрывала. Это был финал со сборной Чехии. И так получилось, что целую игру у меня совершенно не шел бросок. И когда было на табло минус два, я решилась и забила трехочковый. И для меня, на самом деле, это уже очень важная вещь. Потому что, наверное, ее невозможно объяснить. Невозможно рассказать. Это только игрок поймет. Когда за долю секунды нужно принять ключевое решение, и ты это делаешь. И очень хорошо, что мяч залетел вовнутрь. На самом деле, могло произойти иначе. И, наверное, у нас бы тогда не было золота. Но это произошло. И наряду с девочками, с которыми мы были в одной команде, мы стали чемпионками Европы. До того, как я начала заниматься баскетболом, я была очень самостоятельным ребенком. И самостоятельно пошла и записалась на фортепьяно. Я самостоятельно пошла в секцию гимнастики. Попросила маму, чтобы она меня записала в плавание. То есть я попробовала себя практически во всех направлениях. И даже в детстве я написала у себя в дневнике главу, которая называлась «Выбранный путь». Она говорила, что наконец-то я нашла свой путь в жизни и выбрала секцию баскетбола. Ну, вот такое название оказалось пророческим. Нет, не тяжело. У каждого игрока наступает момент в карьере, когда ты себя исчерпываешь. Вот у меня он наступил как раз в тот момент, когда мы закончили Олимпийские игры и выиграли бронзу. Видимо, я прожила полностью от начала до самого конца свою жизнь в спорте как активный игрок. И когда я приняла решение, оно было взвешенным, выверенным. Оно созрело совсем до конца. И для меня это произошло безболезненно. И, конечно, очень большую роль в том, что это решение как бы прошло, так скажем, да, ровно. В очень многом большую роль сыграло то, что у меня появились сыновья. Но до появления сыновей я поступила еще в один университет. Я взяла дополнительное образование, еще одно и еще одно. И заполняла как бы свое пространство именно делами. Это тоже очень сильно помогает. Но всему свое время. И у любого профессионального игрока есть какая-то новая точка отсчета. Ты листок перелистываешь и идешь дальше. Я это сделала. И считаю, что сделала это своевременно. Очень сильно скучаю. И практически каждый день задумываюсь над тем, не замахнуться ли нам опять на Уильяма Шекспира. Но, к огромному моему сожалению, времени катастрофически не хватает. Просто катастрофически не хватает. И, возможно, я перераспределю свое время другим образом. И опять буду заходить ежедневно в баскетбольный зал. Но пока что этой возможности у меня нет. Для меня работа с девочками – это такие счастливые кусочки моей работы, моей профессии. И для меня всегда тренировка с моими воспитанницами – это как самозарядная батарейка. Ты отдаешь очень много, но происходит со своими воспитанниками взаимообогащение. Поэтому я очень сильно скучаю. Проявление этой так называемой звездной болезни нужно, наверное, скажем, не пресекать, а предупреждать. С самого начала, когда только игрок заходит на корт, на баскетбольную площадку и так далее. Когда игрок чувствует ответственность не только за себя, но и за всех тех людей, которые находятся рядом с ним, он должен понимать, что для того, чтобы у него появился успех, для этого работают и партнеры по команде, и тренеры, и родители, и все окружение, которое включено в тренировочный процесс и в процесс жизнедеятельности этого человека. И чем выше интеллект у игрока, у профессионального игрока, да, у молодого игрока, неважно, тем ниже вероятность того, что он заболеет звездной болезнью. Если мы посмотрим по-настоящему на великих игроков, на великих людей, на людей с высоким интеллектом, никто из них никогда не был замечен с этим заболеванием. И я считаю, что это очень взаимосвязанные вещи. Занимайтесь своим образованием, смотрите вокруг. Не я в команде, да, а как я взаимодействую с игроками, с окружающими, с болельщиками, с теми людьми, которые все делают для того, чтобы я был успешен. Это очень-очень важная вещь, я считаю, и в баскетболе, и тем более в командном виде спорта. Следите за этим. Это, наверное, мое пожелание тренером для того, чтобы ваш воспитанник в дальнейшем не только был хорошим баскетболистом, но еще более важная вещь, чтобы он был настоящей личностью. Ну, первое отличие, то, что в резервных сборных я была главным тренером, а в основной сборной я являюсь помощником главного тренера Александра Александровича Васина. И, конечно, разница есть. В национальной сборной меньше, наверное, времени на подготовку к основным стартам. Это очень важная вещь. И за этот коротенький промежуток времени нужно суметь сколотить боеспособный коллектив. Мы занимаемся как раз этим, в основной национальной сборной. И уже состоявшихся игроков, профессиональных игроков, девочек, женщин, которые уже многого добились в жизни, нужно суметь объединить общие идеи. И это одна из самых основных задач в национальной большой сборной. В резервных сборных задача немножко другая. Чуть-чуть больше времени на подготовку. И здесь, наверное, во главу угла ставится именно развитие игроков. Развитие с прицелом на перспективу. Что можно сделать сегодня для того, чтобы в будущем получить максимальный результат. Наверное, вот в этом различие. Девочки 93-го года рождения. Это мои, скажем так, мои первенцы. Это Ксюша Тихоненко, это Марина Рявкина, это Галя Киселева, это Юлия Гладкова, это Дашенька Намок, это Ксюша Шаран, это Женя Спиридонова, это Катя Петрыкина. Это девочки, которые выиграли очень важную игру, которая мне очень сильно запомнилась. Это последний чемпионат России по старшему возрасту, когда мы выиграли два очка в финальной игре, которая была очень-очень тяжелая. И для нас, для всех был это очень тяжелый период, и они это сделали, превозмогли себя. И я им очень-очень благодарна за это. И я думаю, что как раз такие игры являются очень серьезным трамплином для профессионального роста. Еще очень важную игру, опять 93-й год рождения, сборная России, мы играли чемпионат Европы в Италии, и так получилось, что вышли в четвертьфинальный раунд с хозяевами, играли с итальянками. И когда Даша намок, у которой совершенно не шел бросок всю игру, которая является снайпером, забивает решающий трехочковый бросок и еще спасает ситуацию, которая была практически совершенно проиграна. И мы выигрываем очко у хозяев чемпионата в четвертьфинале. Только за счет своей колоссальной работы и самоотдачи, не являясь суперталантливой командой, но я считаю, что по уровню именно работоспособности и самоотдачи, это была, наверное, одна из самых сильнейших сборных, которая вышла в четверку чемпионата Европы. Очень важные игры, их очень много, 98-й год рождения, девочки, которые реализовали, наверное, очень многие мои мечты. Вы знаете, это счастье работать именно с такими воспитанницами. Все до одного, абсолютно. Их у меня было 24 человека. Это каждый человек, который внес в каждую победу огромный вклад. И все чемпионаты России, которые выиграли девочки, их было 5 у нас, каждый раз новое переживание. И, конечно же, чемпионат Европы, который выиграли девочки 98-го года рождения, он для меня, наверное, идет красной линией. Это то, к чему я вместе с ними очень сильно стремилась. Я считаю, что они своим трудом заслужили этот титул, и он очень сильный, он очень мощный. И это именно то, что они заслуживали. Для меня это очень важно. И знаете, что для тренера такие победы, наверное, они даже более важны, когда ты видишь результат работы именно своих воспитанниц. Любить своих воспитанников. Он должен быть терпеливым. Он должен знать свою профессию. Должен владеть материалом полностью. Начиная от биомеханики, заканчивая теорией и методикой. Должен постоянно совершенствоваться. Несмотря ни на что, он должен прощать. Очень многие вещи своим воспитанникам. Он должен уметь донести информацию. Уметь научить. Мы должны быть учителями. Как в жизненных ситуациях, так и на площадке. Хотя я считаю, что это вообще одно целое. Это неотъемлемые вещи. Потому что очень многие вещи, которые мы делаем на площадке, они потом проецируются на обычную жизнь. И тот навык, который сформирован в команде, он переносится потом на все абсолютно. То, что встречает с тобой в жизни, это обычные принципы. Не предай, не подведи. Ты ответственен за все, что ты делаешь на площадке. То есть, в принципе, ты несешь ответственность за любое тобой принятое решение. И каждое решение, оно имеется и последствия. Это как ни в чем другом мы видим в баскетболе, в спорте. И самая основная вещь, которую тренер должен сделать, это он должен воспитать личность посредством баскетбола. Дальше, как получится, я имею в виду именно в профессиональной карьере, будет ребенок талантливый, захочет он двигаться дальше, именно в профессиональном баскетболе, он это будет делать. И если у него даже не получится в профессиональном баскетболе, наша задача сделать так, чтобы баскетболист состоялся в жизни. А я убеждена, что именно баскетбол, именно игровой вид спорта это может сделать. Вот это наша задача, я думаю, что основная. Я очень люблю свою работу. И для меня это удовольствие. Если сказать, что это так просто делать, нет, это не просто, это интересно. Со своими сложностями, с задачами, которые нужно решать ежедневно, с принятием решений, за которые ты несешь ответственность, за сотрудников, потому что мы работаем с людьми. Главная моя задача на своем месте – это сделать так, чтобы любой из сотрудников хотел идти на работу. Это самая важная вещь. А когда это происходит, все остальное становится намного проще, легче, интереснее. Как я люблю свою работу, я хочу, чтобы мои сотрудники также ее любили. И тогда будет самоотдача, и тогда будет хотеться приходить на свое рабочее место. Неважно, какая у тебя должность, генеральный директор, ты тренер, администратор, бухгалтер. Если ты зашел в единожды, в спортивную семью, в спортивную жизнь, ты должен понимать, что у тебя рабочее время, оно не лимитировано совершенно. И главное – это выполнить задачу. Это основная вещь. Когда, как ты ее выполнишь. Это уже не имеет особого значения. Но любой человек, работающий в спортивной структуре, он должен понимать, что если задача стоит выполнить вчера, она должна выполнить, выполнена, быть вчера. Если это нужно сделать именно сейчас, значит, нужно ее сделать именно сейчас. Все остальное совершенно второстепенно. И все люди в нашей системе, в нашей организации это прекрасно понимают. Если есть задача, ее просто нужно выполнить. Я чувствую ответственность, потому что, видите, единожды сказанное слово, его уже, наверное, трудно будет изменить. Да, я думаю, как мне вести себя на публике. Я думаю, что я должна сказать, потому что, наверное, от моего высказывания зависят некоторые вещи. Поэтому я чувствую большую ответственность, наверное, чем волнение. Я очень рада, что вам понравились наши семинары. Это часть нашей работы. Мы постараемся в 2017 году, я не знаю, в какой именно промежуток, сделать еще семинар, который был бы полезен для тренеров, особенно для детских. Если мы сможем взаимообогащаться, я думаю, мы сможем больше реализоваться, каждый из нас, в своей работе, мы постараемся это сделать. И вот у меня уже есть такая идея, может быть, мы сделаем на нашем сайте какие-то семинары, чтобы было более доступно, может быть, в социальных сетях. Мы посмотрим, как это сделать, потому что все настолько заняты, что очень тяжело вырвать из своего графика 3-4 дня, выехать куда-то, убрать все абсолютное и посвятиться только семинарам. Мы постараемся сделать максимально в удобной форме для всех. Человеческий фактор, вообще люди, особенно тренеры в Спарте-НК, наверное, самая важная составляющая, наряду с нашими воспитанниками, потому что мне важен человек, отвечающий максимально тем требованиям, о которых я говорила ранее. И вы знаете, что я так рада, когда наши бывшие воспитанники подходят ко мне и говорят, «Анна Валерьевна, вы знаете что? Я хочу быть тренером». И мне кажется, это самая большая награда для человека, которого они видели ежедневно перед собой, для тренера, когда к нему подходят и говорят, я хочу быть таким же, как ты, или похожим на тебя, да, потому что они видят именно такого тренера перед собой. И я очень рада, что когда-то подошла мне эти слова, сказала Катя Петрыкина. Я очень рада, что когда-то приняла решение Наташа Головнева. Я очень рада, что... Масяня сказала эти слова. Я очень рада, что Настя Овсенко приняла для себя такое решение. Я очень рада, что Дима Горшков к нам вернулся. Я очень рада, что Саша Мамедова приняла когда-то такое решение, у которой папа и мама тренеры, и сейчас она работает у нас. Я очень рада, что Даша Анциферова сейчас, я думаю, что у нее вообще большое будущее, как тренера именно, сейчас работает наша организация. Я надеюсь, я никого не упустила, из наших воспитанников именно. И вы знаете, что наши воспитанники, они имеют льготу при поступлении к нам на работу. Потом некоторые тренеры, которые когда-то прислали нам резюме, получили возможность попробовать. И когда у нас все совпало, мы продолжаем сотрудничать дальше. Есть люди, которые стояли у истоков нашей организации. Это в основном бывшие спортсмены, которые живут баскетболом, которые не мыслят себя без этого вида спорта, и которые нашли себя, уйдя из активного спорта, нашли себя именно в тренерской работе. Это Ольга Васильевна Пантелеева, это Александра Меликовна Латышева, это Евгения Викторовна Швед Никонова, это Сергей Николаевич Данилин, это Владан Чубрич, это Елена Юрьевна Шпагина, это Александра Юрьевна Матолупова, это Кристина Пиюк, это я всех боюсь, просто боюсь кого-то упустить, это все-все специалисты со знаком качества. Причем с огромным знаком качества, и которые как раз сделали бренд Спарта Итка. И я очень благодарна, что мы работаем в одном цеху. Ну, 300 человек, конечно, мы можем сейчас начать перечислить, но я думаю, что я знаю по именам 97% игроков Спарты Итка. Я могу ошибиться, могу, может быть, кого-то с кем-то перепутать, но в принципе я знаю девочек и мальчиков Спарты Итка, да, могу. На самом деле они хорошо учатся оба. Я горжусь моими сыновьями. Я очень рада, что им нравится учиться, но я горжусь не поэтому. Они просто хорошие сыновья. Ну, хобби-то не назовешь. Я читаю вещи, которые я не успела когда-то прочитать. Перечитываю, добираю. Хобби еще. Я люблю кататься на коньках. Я люблю кататься на лыжах, но по прямой. Чему бы я хотела научиться? Как раз кататься на горных лыжах, как мои сыновья. И на серфинге, как мои сыновья. Но, к сожалению, я уже никогда не смогу это сделать. Из-за травм, полученных, будучи профессиональной баскетболисткой, ну, не смогу и не смогу. И ладно. Зато мои сыновья, опять же, умеют кататься на этих экстремальных способах передвижения. А я смотрю и наслаждаюсь. Что бы я еще хотела сделать? Ну, особо, наверное, ничего. Я могу, в принципе, практически все свои желания реализовать. И я потихонечку реализую их. Они не такие уж и неземные. Все очень, так скажем, размеренно. У меня желания уже очень спокойные и легко реализуемые. Конечно. А как же в них не верить? Я думаю, что вообще жизнь состоит из одних чудес. Начиная от восхода солнца и заканчивая тем, что твои какие-то мечты, к которым ты стремился всю жизнь, они все-таки сбываются. Но сбываются, опять же, не потому, что где-то что-то сошлось, а потому, что ты очень много трудился для того, чтобы это свершилось. Поэтому надо делать чудеса своими руками. И это может каждый. Не очень. Но я знаю, что мой сын Гриша очень любит фотографироваться, потому что у него его ВК это сплошное селфи. Но это очень хорошо. Очень, наверное, интересно. Я спокойно к этому отношусь. Да, у меня всегда была собака и сейчас есть собака. Но в детстве у меня была маленькая собака. Ее звали Татошка. А сейчас у меня большая собака. И ее зовут Нэш. Его зовут Нэш. Я очень люблю собак. Потому что, мне кажется, это воплощение преданности, надежности и такого чего-то настоящего. Да, я чувствую собак. К сожалению, навещаю очень редко. Но считаю его одним из лучших городов России. Я за ними пристально слежу. И они об этом знают. Когда девочки вырастают, им, наверное, мое участие становится не так необходимо. Но я думаю, что каждая из них знает, что я рядом. Что бы ни случилось в жизни, я рядом. И я всегда для них в доступе. У каждой из них есть мой номер телефона. И для меня это очень важная вещь, что они это знают. Я это чувствую. Две мои воспитанницы вышли замуж этим летом. Я очень рада. Это Настенька Князева и Мариночка Рявкина и Глеб Голдарев. Это тоже наш воспитанник. Я очень рада, когда девочки счастливы в жизни. Они самореализуются в разных совершенно областях, в разных отношениях. И я думаю, что они знают, что я постаралась приложить максимум усилий для того, чтобы это случилось. Как-то не задумывалась над этим. Но, наверное, все-таки разыгрывающий он привыкает именно руководить. И на площадке ты с детства уже обременен грузом ответственности. Ты являешься тем человеком, который транслирует идею тренера и через которого тренер доносит все указания до остальных членов команды. И это очень важная миссия, очень важная функция в игре. И, наверное, потом в жизни, в обычной, это уже происходит по инерции, потому что у тебя уже есть, видимо, какие-то задатки именно человека, который способен именно руководить и принимать решения. Видимо, поэтому. я хочу, чтобы Спарта НК процветала, развивалась и давала дорогу в жизнь еще большему количеству юных баскетболистов. я хочу, чтобы сборная России и молодежные, и юношеские, и основная национальная сборная России были фаворитами на мировой арене. и чтобы это не были всплесками, а чтобы это была четкая, хорошо отлаженная система. И чтобы мы не боялись смены поколений, а продолжали двигаться всегда в одном серьезном, сильном направлении, только вверх и вверх. хочу, чтобы каждый баскетболист имел в своем арсенале медальку. Это может быть чемпионат Европы, это может быть чемпионат мира, это может быть чемпионат России, это может быть Кубок России, а лучше всего, если это будет Олимпийская награда. Я желаю всем испытать это счастье, когда твоя работа получила свое воплощение в деле и была оценена. Будьте счастливы! По условиям нашей рубрики я должна выбрать лучший вопрос и я считаю, что лучшим вопросом является вопрос Валерии Ситниковой каким должен быть идеальный тренер назовите основные качества. Я приглашаю Валерию на игры Спарта НК и тебя ждет приз. Поздравляю! Пока! Продолжение следует... Продолжение следует...